перейдемте давайте сюда здесь у нас уже упоминается от того же автора другая статья и здесь у нас кремль вот здесь он уже рассматривает кремль как антенна и своем роде генератора электричества вот у нас пример антенны то есть башни строились по примеру антенн вот или антенна уже начали строить по примеру башни это уже не так уж и суть важно и как видите вот на каждом этаже есть свой мир передающий модулятор то есть вот антенна своего уровня своего диапазона потом здесь модулятор входит уже второй диапазон и вот третий уже шпиль это уже третий интересный подход здесь я кое-что честно говоря не понял здесь уже и высказана теория что из-за перепада вот этих стенок скорее всего использовалась вода я позволю себе чуть-чуть усомниться как и вы уважаемые слушатели можете и усомневаться в этих статьях это ваше право но почему я не соглашусь данном кусочки с автором это потому что свое время здесь скорее всего был замык то есть старинных на старинных картинах здесь была совсем другая 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 стена и поэтому скорее всего она была разрушена и и восстанавливали не она пока не имеет к этому отношению он имеет виду что это скорее все было к виду я сомневаюсь тут у него очень много всяких картинок но одна интересная вещь здесь показано видео как человек за счет катушки получается есть стартовая катушка и высокочастотная ну по принципу теслы и человек умудряется добывать большое количество воды попробую открыть видео набор весь экран вот синтез воды вот он его собрал не будут долго вот смотрите обычная катушка и человек рассказывает про какую-то книгу но я на английском не сильно умею читать и здесь и не видно этот текст вот он указывает какой-то учебник это непонятно но суть такая вот он включает вот это генератор все видели как тесла и пошло-поехало то есть он включил его подал питание вот почти искровики работать и вот загорается у него неоновые лампы которые не подключены к сети диоды загораются то есть поле насыщенно и что он делал он делает такую своеобразную микро антенку и подключает пожалуйста то есть сделал такой хоботок скажем так из медной проволочки его сейчас будет преподносить вот он будет преподносить сверху ствоеобразная антенка здесь вода сейчас интересный кусочек будет долго он что-то объясняет но суть не в этом час он преподнесет и вот от начинают преподносить там все объяснял слушателям ну как известно и вода может переходить по потоку это всем известный эксперимент за счет тока может даже провисать немножко между двумя скляночками может у меня будет настроение попробую снять ролик на эту тематику ну вот смотрите и тут у нее начинается какой-то переизбыток воды начинает течь явно у нее не дополняется вот он просто сливает жалко что он не показывает ему поставили тазик и вот у него все время выливается вода правда или нет может она через руку заводится но все может быть ну хотя вот в конце видите показывается что все стекает без каких-либо дополнений просто дополняется постоянно вода все может быть даже такие фантастические истории но это уже я за это не совсем уверен вот что это правда но тем не менее ладно закроем уже видим чему я показал тому что бывают различные истории есть правда или нет вам все равно придется это перепроверять и вот вам снова знакомый резонатор антенна резонатор это не меч им вырубать конечно не очень удобно вот у вас есть резонатор внутри и боковые тоже корректирующие вот эти проемки их очень много и пример как вот своими грубо говоря руками на конденсаторах и сопротивлениях собирается высокочастотного ряда умножитель в своем роде электрошокер здесь уже идет и радиоизлучение вот показан купол церкви если мы уже пошли о здании почерк конечно здесь очень своеобразный но есть в этом логике к сожалению почерк очень тяжелый но ладно суть такая что считается старину вот эти все церкви и здания были скорее электро стран электростанциями и в том же числе тоже и телевидение это в дальнейшем только их перевели статус какой-то религии люди которые заведуют епархии больше чем уверен прекрасно знать чем они управляют а люди которые сейчас приходят они до конца не понимают что это за здание были и что они себе представляют благодаря таким авторам про владимир вот мы можем возможность посмотреть эту подборку и увидеть свои ну привести свои выводы конечно же вот он тоже опять электронное устройство с несколькими излучателями вот у нас генератор в центре и обслуживающая шахта то есть и вот у нас и излучатель в своей форме честно говоря принцип как он для чего он был построен нам до конца пока не будет известно но тем не менее знать это стоит и опять же тут такие же окна которые очень как и в звездных городах то есть они имеют форму излучателя они не имеют эстетического значения то есть чтобы через них посмотреть очень тяжело потому что оконные проемы очень узкие но имеет скажем так еще фокусировочный угол так лобное место тоже своеобразная форма такая у этого этой точки то есть на этой картине тяжело рассмотреть что не имели ввиду скорее всего это было какое-то здание дальнейшем она развалилась но опять же видите центр сам по себе имеет форму магнетрона который находится у нас в обычных электроволновых печах кто любит разогревать пищу вот они пользуются по сути таким устройством так вот он вот то что я вам говорил я кстати ниже статью не читал да вот вам магнетрон а тот и вот вот эти маленькие резонирующие столбики грубо говоря за того за счет того что они идеальной формы круглой имеют только маленькие провести они работают практически в узком спектре частот и конечно выдают то есть относительно мощный сигнал одну спектре видите все просто не так все сложно и и уже выход есть кстати с этого магнетрона вот катода но пожалуйста и пошло система работает и потом есть съем энергии а вот эти маленькие кружки не являются и фильтрами или резонаторами усилителями все сразу в одном месте вот вам пожалуйста и вот это здание которое было в каком-то из наших городов сейчас попытаюсь прочитать нет я тут не вижу надписи все та же электроника так так да не может быть или может быть то кусок трубы это все знают как царь пушка это есть всего лишь как магнетрон на этой системе да очень интересный момент вот этот катод который вот вы видите царь пушка с ней очень многие смеются и она просто не имеет такого предназначения важного уважаемые слушатели я удивлю вас что есть еще одна версия она эта пушка хотите спрятать оставьте ее на видном месте имеет еще одно значение что говорит о том что скорее всего это был очень мощный магнетрон она не должна была перемещаться подниматься вверх вниз практически смысл этой пушки как магнетрон то есть она больше выполняла фокусировку сигнала мощного и наводилась на стены для разрушения и скорее всего по другим источникам описывается что выстрел был настолько мощный электромагнитный что никто не собирался из своей армии идти в атаку после этого все ждали пока остынет пока ну а плавление скажем так испарятся очень интересный такой вот момент вот все думаю тут наши предки были дураки вот не задумывались об этом вот пожалуйста автор вырезал и поставил как систему магнетрон так ну скорее всего все таки это была пушка и предназначалась на чуть-чуть по другому здесь он просто и вставил ну здание просто как большие электронные устройства задумайтесь почему как бы внутри все отделалась штукатуркой вот заметьте полупроводники это у нас всегда являются оксид а извести у нас той химик может нам подскажешь что это такое как мне известно и здесь тоже имеет такие свойства как экранировать и переотражать сигнал кирпич же имеет еще маленькие скажем так горбинки а волноводах нежелательно то есть чтобы поверхность была с какими-то щербинками либо выступами поэтому стараются все это выводить этот не эстетически к и решение просто именно технологический процесс здесь уже проскакивает работа леонардо заметьте пушка такая не одна которая по сути-то не выполняет тех значений которые ей перерисовывать все говорят что она фо туристическая какая-то вот имеет просто такой вот вид именно эстетически вот так бы хотел бы сказать так это электронно лучевая трубка здесь уже пошли уже моменты такие в электронику опять же долго то есть объяснять мы не будем вот у нас картинка кстати очень хорошо показана система радиоизлучения у американцев то есть здесь сравнивается с акустикой и системой которая начинает пугать людей и при обучении очень высокими частотами по сути в эта система то есть иногда проскакивала в ю тубе это называется уже психологическое оружие тут давайте прочитаем соответствии с характеристиками завода изготовительное оборудование весит 45 футов 20 килограмм и может излучать звук в 30 градусов только на высоких частотах 2 2 2 и 5 килогерц из устройства 33 дюйма 83 сантиметра в диаметре на максимальной громкости она может излучать сигнал предупреждение том что так уровень который способен парманентно нанести ущерб слуху и выше нормального человека до порога боли изменение предупреждающего сигнала на 300 метров составляет 90 дбм но опять же здесь идут системы резонаторов звука тот уже вот всем известный ключ который так называемый камертон носили жрецы скорее всего это тоже было электронное устройство к сожалению мы этого не узнаем пока что опять же статей очень много они очень тяжелые но давайте придем просто к определенному выводу получается что очень многие здания были красивые не только из-за желания выглядеть построить здание очень красиво но они в основном несли в себе технические техническую нагрузку то есть это были и резонаторы и станции то есть видите на любую развалину но старый военный объект и увидите одни стены то же самое и пришло только до наших дней то есть остались только стены кое-где что-то переделано заклеено замазано вот и кое-где приложена вкладка но самих металлов самих коммуникаций различных кабелей мы не увидим поэтому не надо удивляться что настроили так красиво и качественно потому что знали что строят что здание это были электронные устройства и все прекрасно понимали что само здание несло в себе нагрузку вот и пример у нас такой что электроника которая якобы вырвалась вот сейчас ее разработали только сейчас имеет такую основу что именно в старину это уже было только электроника в гораздо меньшем размере так что уважаемые слушатели прошу вас быть внимательным к источникам понимать куда вы приходите чем вы пользуетесь изучайте окружающий мир как дети и вас он удивит что открытие у вас будут каждый день будьте как дети так на закуску напишем что прочитаем что написано в конце у автора ничего нового про все уже писалось крупная крупная мелко можно и далее уверять что никакого электричества не было царь пушка просто кусок бесполезная бронза а не какой-то там и свачек а то выдраны из колокольни царь колокол никогда не стоял юбкой вверх зубья не разрядник а стена это просто для того чтобы держать оборону главное чтобы не пугало страусом и так все старо как мир вот так что удивительная статья очень хороший труд то есть найдите такого автора про владимир и вот прочитайте его статьи в свободное время я желательно человеком который занимается электроникой ну вот или увлекается еще лучше и вы на для себя найдете очень много чего интересного на этом всем спасибо а